Инспекторы земли леопарда взяли в руки оружие, чтобы противостоять браконьерам. Сотрудники нацпарка ежедневно патрулируют леса, морскую акваторию и следят за порядком в ареале краснокнижных животных. И зачастую им приходится давать отпор охотникам, которые пришли за добычей не с пустыми руками. Теперь государственные инспекторы оснащены служебным оружием и боеприпасами. Арсенал защитников краснокнижных дальневосточных леопардов и амурских тигров включает три типа огнестрельного оружия – для профилактики противоправных действий со стороны браконьеров и для самообороны в случае их нападения. Незаконное нахождение на особо охраняемой природной территории с целью охоты несет прямую угрозу не только леопардам, тиграм и другим диким животным, но и жизни людей – инспекторов, гостей нацпарка или заповедника. За долгие годы работы мы не раз сталкивались с угрозами применения оружия нарушителями, попытки сбить инспекторов транспортными средствами. Отмечены случаи, когда браконьеры производили выстрелы в воздух или под ноги с целью дезориентировать и сбежать, подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории. За каждым инспектором закреплена единица служебного оружия, которое в нерабочее время хранится в оружейной комнате. Перед тем, как взять в руки карабины, сотрудники отдела охраны федерального учреждения прошли специальное обучение и получили документы, разрешающие носить и применять оружие. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.